3, 2, 1 Возможно, вы видели видео, в котором я рассказываю о своём прочитанном за 2023 год. 2023 год обещал быть очень загруженным. И на самом деле оно было для конкурса, в котором я заняла призовое место. И поэтому ко мне приехала посылочка. Что же здесь нас ожидает? Как вы можете заметить, здесь фирменный шоппер с надписью «Несу книги». Пока чувствую приятный. А что же там внутри? Небольшое лирическое отступление. Если вы хотите получить посылку от меня, например, с лягушкой или со значком, можете заказывать посылки в описании моего канала. Значков осталось 4. Ой, аккуратненько. Здесь 3 книги, прям как нарисованы на самом шоппере. Как бы его оставить в кадре? Ладно, ладно. Не хочешь, как хочешь, дружище. Но на этом моменте у меня возникает вопрос. Давайте я вам зачитаю, что говорилось про конкурс. Все трое получат подарочный книжный бокс, фирменный шоппер и набор наклеек. В боксе будут книги от наших друзей, книги различных авторов и жанров. Там будут произведения Майка Омера, Евгении Кретовой, Веры Арт, Анны Сергея Литвиновых, а также многих других. Так что как будто бы здесь чего-то не хватает. Но если быть точнее, наклеить и как минимум двух книг. Но, как мы знаем, Дарьяному коню в зубы не смотрит. Но все равно можно было бы не обещать вот этого всего. И все было бы прекрасно, никаких вопросов. Пришла пора рассмотреть книги поближе. Первая на очереди у нас произведение Евгении Кретовой. Передаю привет с записи и озвучки. И тут я вспомнила, что не люблю читать нотации, потому что обычно они мне все портят. Бывают те, которые спойлерят практически все. Бывают... Ну да. Обычно самая главная претензия это спойлеры. Конечно, есть еще вероятность неоправданных ожиданий. Но все-таки первая причина гораздо существеннее, потому что она на самом деле портит впечатление от книги. Но так как я все-таки решила рассказать о том, о чем эти книги должны быть в принципе, я все-таки в этот раз поступлю своими принципами и прочитаю их. Ну, в смысле аннотации. Книги, конечно, тоже прочитаем, но попозже. Погнали! Однажды Карина ушла из дома, не попрощавшись с любимым, с которым делила кровь. Да блин, я не умею читать. Вольный пересказ. Однажды Карина ушла из дома и никому об этом не сказала. Но вскоре выяснилось, что девушка примкнула к отшельникам и нашла убежище в странном месте, имеющем недобрую славу. И хуже всего то, что те, кто там оказывался, бесследно исчезли. Вот такие вот дела. После такого вступления у меня создаётся впечатление, что там должна быть какая-нибудь антуражная природа. Надеюсь, мои ожидания оправдаются. Следующий гость нашей книжной презентации – это кастрюлька с неприятностями от Анны Дашевской. У Лизы необычная профессия, она специалист по запахам. Лиза живёт спокойно и скромно, подбирает пряности для блюд в ресторане и ведёт дневник. Вот только почему-то в дневнике, скромной воспитаннице монастырской школы, однажды появляется запись об отравленном бульоне. Дальше больше. На этой фразе у меня закралось подозрение, что сейчас какие-нибудь микроспойлеры подкрадутся, так что, пожалуй, остановлюсь на вот этой вот части аннотации. На обложке указано, что это викторианский мистический детектив. Викторианская эпоха – это ведь 19 век. Но, судя по первой странице, действия происходят в будущем. Путешествия во времени здесь вроде как не планируются, так что любопытно, почему так? Всё-таки идти на работу пешком к 4 часам дня существенно приятнее, чем к 9 утра добираться любым видом общественного транспорта. Согласна. Ну а это колесница судьбы от Анны Сергея Литвиновых. Варя Кононова выходит в отставку со своей сверхсекретной службы. Теперь она с помощью сердечного друга Алексея Данилова, обладающего феноменальными способностями, ищет тех, кто когда-то погубил её родителей. К поискам подключается полковник Петренко и спящий экстрасенс Иван Кольцов. Сначала опять как будто дальше уже идёт сюжет. Я на этом тоже остановлюсь. Возможно, конечно, там нет ничего криминального, но на самом деле, даже если это раскроется в самом начале книги, это уже не так интересно, как ты узнаешь об этом самостоятельно. На сегодня, пожалуй, аннотаций хватит. Возможно, вы читали какую-то из этих книг или планируете. Поделитесь своими мнениями и впечатлениями, будет очень интересно. Также хочу сказать спасибо Лайфиле Бо. Ну не надо было тогда обещать, если не собираетесь присылать. Мне же грустно, я так ожидала. Ну ладно, всё равно спасибо.